Никите всего пять. Сегодня он впервые увидит живое выступление любимого артиста. Мальчик, конечно, волнуется. Ради такой встречи купил особенную футболку. Ей приготовил подарок – Диме Билану. Волос вот начался по телевизору, и вот мы начали смотреть за Димой Биланом в основном. И все, и как-то вот песни пошли, и в машину мы закачали уже песни «Мама слушает», и дома мы танцуем по Диме Билану. На концерте Билана аншлаг, и это неудивительно. Певца любят многие, от мала до велика. Вместе со своей шоу-группой он заряжает позитивом каждого в зале. Но, как признался артист, и холодная публика его не испугает. Мне зачастую хочется иногда даже как-то не прозвучить странно, мне зачастую хочется, наоборот, без, как вы знаете, без истерии. А вот наоборот, холодного чего-то, холодной публике может быть даже. Иногда хочется как-то разнообразия какое-то. Не-не-не, это интересно себя преодолевать, когда все ровно и везде все замечательно и хорошо, как-то жить неинтересно. А вот преодоление чего-то такого, тут надо как-то заразить чем-то здесь, кого-то приподнять, что-то еще. Для Димы Билана нет ничего невозможного. Он спокойно выходит в зал к публике, во время концерта фотографируется и дарит автографы фанатам. Слова мальчишке, разглядяя уже в прошлом, ему 33. Он известен далеко за пределами страны. Сегодня он легко рассуждает о политике и о людях к ней близких. То, что мне кажется, интереснее, чем политика, ничего нет в мире, правда. Потому что это все разговоры и речь о взаимоотношениях между людьми. Это все, знаете, это конструктор такой. Это интересно, это прям детектив такой, знаете, детским языком. Мне все это интересно, я за всем этим наблюдаю, но мне пока интересно развиваться как артист, как творческая единица. Какие-то свои мысли у меня есть на этот счет. Но они не превалируют над моим желанием реализовываться как музыкант, как артист, человек. Мне хочется много чего попробовать, максимально вытащить из своей профессии. Там дальше, если скучно будет, можно и во все тяжкие. Дима Билан – единственный артист, который принес победу нашей стране на конкурсе Евровидения. Сейчас его коллега Полина Гагарина хочет повторить подвиг Димы. Получится ли у нее невозможное и как отреагирует Европа на ее песню, узнаем уже совсем скоро. Европа может каким-то образом проголосовать. Я думаю, что зачастую все равно. Вы знаете, когда речь идет об эмоции, человек включает мозг. Если ему нравится, он закрывает глаза на все вещи, которые сопутствуют, например, сопровождают человека, одиозного какого-нибудь, да, или с которым связано множество каких-то ассоциаций. Если музыка срабатывает, то это первично. Можно перебороть все эти предвзятости за счет хорошей песни и их классного исполнения. А Полина Гагарина – удивительная вокалистка. Он отработал честно два часа без фонограммы, дал интересное интервью, практически всем раздал автографы и запомнился поклонникам своим новым образом. Серьезного мужчины, у которого впереди еще много непокоренных границ. Субтитры создавал DimaTorzok